Добрый день, уважаемые коллеги. Сегодня мы поговорим с вами по вебинару на подсистеме ERP World Edition и будем обследовать систему казначейства. Программа вебинара у нас следующая. В первую очередь разберем НСИ и администрирование, поговорим по бюджетному процессу, по переходу на заявочную кампанию, разделим транзакционные отделения, то есть, собственно, проведение первичных документов, платежей и, собственно, то, что относится больше к системе бюджетирования, а именно заявки на расходование денежных средств. Вот по ним, собственно, остановимся детальными. Посмотрим, в каких случаях может быть нам полезна система 1С документа оборот, да, какие функции, какая интеграция будет полезна при автоматизации, в принципе, рассмотрим конкретные кейсы. И остановимся на платежном календаре как одним из ключевых отчетов данной подсистемы. Помню, что конфигурация ERP World Edition, это конфигурация рассчитанная на, в принципе, вот все, что не покрывает у нас системой ERP, да, там на международную аудиторию, поэтому, в принципе, ее подсистема будет нам полезна, если компания, группа компаний имеют международные филиалы. Ну, сначала, коллеги, по казначейской подсистеме рассмотрим параметрические настройки. Сначала пройдемся по презентации, вот остановимся на этапах автоматизации казначейства. И на втором этапе посмотрим все это на живой реальной конфигурации. Значит, подсистема казначейства, собственно, разделена на несколько этапов, ее тоже можно автоматизировать в несколько заходов, там, подходов. Первое – это, собственно, транзакционное наше отделение, непосредственно платежки, списание безналичных денежных средств, поступление безналичных денежных средств. Вот это мы называем, в принципе, транзакционными операциями. То, что касается заявок и заявочной кампании, можно автоматизировать на втором этапе, когда непосредственно проводки и ключевые платежи уже, в принципе, в системе проведены. Вот сейчас на данных параметрических настройках как раз мы видим, что заявки на расходование денежных средств, вот, в принципе, на втором этапе можно включать. То есть опция параметрическая включается по флешку, да, в принципе, на первых этапах внедрения подсистемы мы можем ее не использовать, на втором этапе, собственно, включить. Что еще имеют настройки казначейской подсистемы? Несколько банковских счетов. Ну, стандартно, то есть, если счетов у нас несколько, включаем опцию, в принципе, используем эту опцию. Кредиты и депозиты. Маленькая локальная подсистема такая, в принципе, отражает наши ключевые начисления по процентам и по кредитам. Тоже можем опционально параметрически по флажочку включать и выключать. Немножко хотелось бы нам остановиться, коллеги, на методологии бизнес-решения, вот, как подойти, в принципе, к автоматизации казначейской подсистемы именно с точки зрения методологии. Что должна понимать себе команда внедрения, да, что должны предоставить ключевые бизнес-стейкхолдеры со стороны заказчиков. На экране у меня сейчас эта модель, описание BPMN. Наша компания, в принципе, тоже такие работы выполняет. Почему? Сейчас, в настоящее время, на данном вебинаре, я постараюсь показать такой бизнес-процесс, да, то есть, и разберем, зачем он нам полезен, да, данная модель. Можно использовать другие форматы, другие отличные, чем BPMN. BPMN – достаточно сложный формат, да, вот схемы, таблицы. Ну, можем использовать его. Почему он нам важен? В BPMN достаточно хорошо можно описать маршрут согласования. Допустим, цель у нас автоматизировать заявочную кампанию, да, мы должны понимать участников такого процесса, и мы должны понимать, в принципе, те этапы, те маршруты согласования, которые такой процесс проходит. Вот, в принципе, то, что на схеме отмечено, ну, вот такими крестиками, да, это на самом деле ветка бизнес-процесса, то есть, как бы, куда он у нас идет, по какому сценарию, что при этом происходит. Сейчас, в принципе, постараюсь показать на реальном живом маршруте, да, то есть, как бы, вот у нас, сейчас, минутку, коллеги, переключаюсь. Смотрите, коллеги, вот это реальный кейс практически, да, он, в принципе, использовался в одном из наших проектов, да, текущий. Вот, и мы, та задача, которая стояла, это описать, вот, в принципе, маршрут закрытия отчетного периода. В принципе, схема работы с PPM нам достаточно универсальна, да, согласовать подходы определения, согласовать участников, кто у нас вот на оранжевой веточке, да, то есть, какие подразделения у нас участвуют, да, там, физически в этом закрытии. А дальше на этой схеме, то есть, вот, прописывается старт бизнес-процесса, финиш бизнес-процесса и ветки, по которому идет такой процесс, что с ними происходит, что нужно отразить в системе, чтобы прийти к ключевой точке. В принципе, формат хороший, формат подходящий, значительно облегчает автоматизацию, да, дает там прозрачность картины, да, хорошо себя зарекомендовал и, в принципе, в своих проектах отдельно практикуем, используем. Вернемся к презентации. Почему вот была у нас такая вставка на BPMN, на описание учетных процессов? Потому что мы непосредственно подходим к конфигурации документа оборот. Часто говорят о бесшовной интеграции, потому что это конфигурация одной линейки, да, там, в принципе, с такими системами, как ERP, ERP Word Edition, в принципе, ее... Что такое бесшовная интеграция? Ну, вот бесшовная интеграция, я понимаю, такой вот маркетинговый код больше, да, то есть, как бы, это регистр сведений, это настроечные таблицы по интеграции. Мы такую интеграцию тоже делаем, в принципе, наши технические специалисты. И вот сейчас на задачах данного вебинара, да, в принципе, показать, если мы автоматизируем в том числе заявочную компанию казначейства, чем данный программный продукт, вот документ оборот наш, да, будет нам полезен. Ну, в принципе, если у нас нередко возникают практические кейсы по той направленности, что нужно маршрут заявочной компании построить. Вот для маршрута заявочной компании очень хорошо документ оборот подходит. Настроив интеграцию с ним, в принципе, мы можем в документ обороте непосредственно построить маршрут заявки, да, определиться, определиться, по каким веткам маршрутизации в документ обороте наши заявки проходят, да, и приложить всю необходимую, в принципе, документацию, подтверждающую документы, так скажем, чтобы наша заявка на расходование денежных средств была согласована. Для того, чтобы документ оборот у нас заработал, да, то есть, в принципе, мы прописываем правила синхронизации заявки по расходованию денежных средств и тех болей, которые нужны нам в документ обороте, да, то есть там, в принципе, что нужно от компании заказчика, которая будет, в принципе, инициировать такое внедрение. Ну, во-первых, коллеги, смотрите, нам нужно определиться, по каким веткам маршрутизации пойдет согласование заявок, да, как маршрут выстроить. Потом, собственно, определить, что через документы оборот проходит, какая первичка. Нередко договора согласовывают, можем заявки согласовывать, вот, в принципе, еще что-то, да, будет проходить. Вот это все нужно рассказать команде внедрения, которая будет эти операции выполнить, да, то есть, вот, в нашем сейчас практическом кейсе мы настраиваем заявку на расходование денежных средств и из документа оборота по маршруту согласования к нам будет приходить статус согласованной заявки, да, статус будет ловить система ERP World Edition, и, в принципе, сам маршрут будет настроен в документы оборота. Заявка на расходование денежных средств, вот, в принципе, в статус, да, то есть в статус согласован, он будет приходить из документа оборота по налаженному маршруту. В принципе, на стороне документа оборота, да, там, часть компаний называют его ЕДМСкой, вот, в принципе, в такую заявку, да, там, по своему маршруту можно вложить, как я уже говорила, всю необходимую подтверждающую, там, документацию, скажем, вот, заявка прикрепляется, договор на закупку к заявке, там, допустим, некие коммерческие предложения и смотрит эту заявку четыре пары глаз, да, что такое согласование, там, по четыре пары глаз или по тому количеству согласующих звеньев, которые, в принципе, установлены в вашей компании. Первое – это подразделение инициатор, второе, допустим, руководитель подразделения инициатора, третье – это тот финконтролер, который, в принципе, ловит такую заявку у себя и ставит уже окончательный акцент, да, такого вытяжка, так скажем. Ну, в принципе, пройдя маршрут согласования в документооборотке, мы получаем финальный статус, да, вот, и ловим такой статус уже на стороне ERP World Edition, да, то есть там, в принципе, вот так это выглядит. В принципе, чем еще хороша хранение истории согласования? Смотрите, коллеги, вы без проблем сможете пройти аудит, да, то есть там, вот, вы можете показать вот эту вот историю согласования, да, там, цепочки согласования вашей своему менеджменту, поэтому на постконтролях вот эта вот тема с согласованием работает очень хорошо. Смотрит непосредственный менеджмент структурного подразделения, да, почему произошел расход, смотрит вышестоящее руководство, и вот если наши базы смотрят какой-то, ну, вот, аудит со стороны, то вот эту историю согласования тоже там в виде отчета все транслировать можно. Ну, в принципе, мы сейчас стараемся в Кудрлайне вести проекты сквозные, да, то есть поэтому, в принципе, все виды работ делаем там, написание бизнес-процесса, аудит перед проектным обследованием, ну, и интеграционные моменты, то есть вот интеграция со сторонними программными контурами тоже, в принципе, выполняем, да, поэтому, в принципе, такой проект делаем. Шаблоны бизнес-процесса, вот, в принципе, это то, с чего мы начали, да, там, с BPMN, на документообороте он есть, да, там, в принципе, встроенный алгоритм с бизнес-процессами, ну, если на этапе предварительного обследования вы еще не решили, да, будет у вас использоваться эта конфигурация или нет, да, то, в принципе, ну, можно предпроектное обследование проводить с описанием BPMN. Документооборот, документооборот, в принципе, вот оно в таком виде, да, тоже встроенный конструктор бизнес-процессов, тут, в принципе, для технической поддержки, да, которая будет проводить сопровождение, очень хорошо видно, да, то есть там, где наша заявка, на каком этапе, что с ней произошло, то есть, в принципе, как внутренний конструктор бизнес-процесса, так и система отслеживания по такому маршруту, да, согласованию. Нередко на вебинарах нас вот спрашивают, да, как выглядит типовой процесс согласования, да, там, в принципе, ну, смотрите, первый этап – это, собственно, тот, кто запускает заявку, да, то есть заявитель. Второй этап – это руководящий, как бы, так скажем, начальник этого структурного подразделения. Вот тут, ну, на этом этапе нужно понимать, будет ли у вас процесс прямой, да, то есть там, в принципе, вот пошел, 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 да. Если будут запускаться корректировочные бизнес-процессы, то по таким моментам тоже нужно говорить команде внедрения, чтобы вот этот механизм настроили. Что такое корректировочные бизнес-процессы? Если у вас точка отклонения, да, вот здесь на картинке видно, да, то есть там нет, да, значения нет, и может заявка возвращаться там на исходную позицию там или на любой другой шаг. Вот, в принципе, такие вещи тоже нужно говорить там на предпроектном обследовании, их хорошенечко выписывать, ну, в принципе, на карте бизнес-процессов в явном виде визуализируют. После руководителя структурного подразделения заявка поступает к финконтролеру, и, в принципе, пройдя вот этот маршрут, может приходить там в учетную систему, ну, либо же в ERP Fort Edition, как вот у нас сейчас, да, происходит, то есть вот так вот по маршруту согласования проходить. Вот, в принципе, кратко по бизнес-процессам, да, то есть какие выхлопы, да, то есть положительные результаты по внедрению вот этого функционала конкретно вы получите для казначейской функции. Ну, наше мнение, что если использовать стороннюю, да, там вот как на примере документа оборота под систему согласования, то, в принципе, ваша казначейская подсистема станет, ну, прозрачнее, потому что будет видно, кто, как заявка шла, какие этапы, какие маршруты проходила, кто ее согласовал, да, как получен акцент, если она застряла, то на ком, да, в каком месте. Поэтому в этом плане однозначно наведете порядок. То есть там, в принципе, с чем встретить команду внедрения, ну, наверное, с поважением, да, о структурном подразделении, то есть как ваше казначейство выстроено, как оно работает, да, если есть возможность вот описать бизнес-процессы в BPMN, лучше это сделать, потому что команда внедрения однозначно поймет, как они двигаются у вас, где корректировочные точки, да, как заявка возвращается. Вот эти все вопросы, которые возникнут при внедрении, снимите таким образом. В принципе, если все этапы пройдены, вы однозначно получите историю, да, то есть как проходил ваш бизнес-процесс там по шаблонам, и будете видеть, как я уже говорила, где заявочка там застряла, если что-то с ней не так. Вот так вот получите администрирование, да, там заявочную компанию. Теперь, коллеги, я перейду в конфигурацию. Мы, в принципе, те моменты, которые сейчас проговорили, да, в принципе, посмотрим, как выглядит система Word Edition, там ее казначейская подсистема, то есть там разберем отличия между ERP, ну, попытаюсь рассказать часто задаваемые вопросы по вот этим двум конфигурациям. Перехожу в подсистему ERP. Так, Ирина, скажи, пожалуйста, произошло подключение? Видно, как? Есть. Смотрите, коллеги, ERP Word Edition, значит, что у нас по самой конфигурации? Очень часто задаваемые вопросы наши, где используются, да, вот есть ERP, вот зачем нам Word Edition? Ну, однозначный ответ такой. Смотрите, если у вас есть, в принципе, иностранные филиалы, да, то есть как бы тут мультиязычный интерфейс, в принципе, тут это международная конфигурация, да, то есть если есть, вот, в принципе, международные филиалы, да, там, смело используйте. Были еще вопросы, значит, используются ли интеграции с директ-банком. Смотрите, все интеграции с клиент-банками нужно дописывать, то есть, в принципе, задача, ну, в средней степени сложности мы в проектах дописывали, то есть как бы со всеми международными банками, ну, вот, как для примера Deutsche Bank, немецкий банк дописывали, да, вот, ваша команда внедрения справится, то есть если есть необходимость интеграции обработки с клиент-банками, закройте этот вопрос путем дописания. Значит, смотрите, коллеги, что у нас происходит? Как разбита система казначейства в ERP World Edition, значит, что у нас есть? Вот этот вот блок планирования. Планирование – это заявки, заявки на расходование денежных средств, ну, в принципе, это лимитирование, да, то есть по статьям движений денежных средств. Если на предприятиях нет лимитов, ну, смотрите, если нет лимитов, возьмите, пожалуйста, на первом этапе свой бюджет доходов и расходов, да, там, посмотрите, какие статьи, в принципе, на что предполагается деньги тратить и постепенно выходить на систему лимитирования. Вот. Вот эта подсистема – это, собственно, банковская подсистема. Здесь у нас два типа документов. Списание безналичных денежных средств, там, поступление безналичных денежных средств. Вот это касса. Если кассы используются в предприятии, то, в принципе, касса тут есть. Вот подсистема авансовых отчетов, сверки задолженности документов, взаимозачет, финансовые инструменты, да, то есть там, в принципе, кредиты, депозиты, начисление процентов. Вот. Вот эти все моменты подсистемой закрываются. Посмотрим, ну, собственно, на платежный календарь. Смотрите, коллеги. Платежный календарь – это один из результирующих отчетов. Ну, по нашему мнению, такой инструмент очень удобный. Он позволяет, в принципе, минимизировать кассовые разрывы, да, то есть можно непосредственно из самого отчета видеть, да, то есть как бы и минусы, которые у вас возникают, и заявки между счетами там перекидывать, да, в принципе. Вот это все платежный календарь позволяет, да, то есть как бы он у нас доступен в трех режимах, собственно, календарь, да, то есть как бы платежи. То есть можем посмотреть вот платежи и список заявок, да, то есть там вот, в принципе, видим какие-то заявки. Вот. Можем такую заявку открыть из платежного календаря. В принципе, есть возможность переброски между счетами, да, то есть там, в принципе, если на одном из счетов у нас есть избыток денежной наличности, на другой, например, недостаток, то, в принципе, перераспределение заявок между счетами, то можно делать непосредственно из платежного календаря. Смотрите, вот этот вот статус заявки, да, то есть как бы не согласованно-согласованно к оплате, я такое не надо, да, то есть как бы вот она может как раз этот статус и прилетать к вам из документа обороты, если вы, соответственно, настроите себе интеграцию, да, то есть там, в принципе, при настроенной интеграции вот такой вот статус будет к вам попадать автоматически. Если у нас с вами установился статус к оплате, то, в принципе, по такой заявке на расходование денежных средств вы можете сформировать платежный документ, списание денежных средств, в принципе, и отправить его в тот банк-клиент, которым пользуетесь, да, то есть там, в принципе, вот так вот система работает. Смотрите, коллеги, часто нам еще задают вопросы на вебинарах, да, по конфигурационным различиям, да, то есть там, в принципе, что есть в ERP, да, что есть наоборот в ERP Word Edition, да, то есть как бы как вот различия между конфигурациями, да, там вас данных, что происходит. Ну, смотрите, в части казначейской подсистемы функционалы очень похожи, да, то есть там по заявочной компании, там, по кредитам, депозитам, по начислению этого всего функционалы разошлись, в принципе, вот чуть дальше, да, если уже приходить к анализу дебиторки, кредиторки по срокам, да, там, по интервальным задолженностям, то ERP ушел вперед, да, там, в принципе, вот эту подсистему по начислению резерва сомнительных долгов, она есть в ERP, но, в принципе, да, и ее нет вот в ERP Word Edition, да, то есть вот этот блок выпал, в принципе, как мы выходили из таких ситуаций, ну, сейчас вот покажу в части ранжирования дебиторки, что есть, что можно, да, там предложить в Word Edition, сейчас посмотрим на базе отсчетов. Вот, смотрите, по начислению сомнительных долгов, как таковой документ отсутствует, в ERP он есть, да, то есть там, в принципе, сюда в ERP Word Edition, да, в части, ну, вот резервов сомнительных долгов, то есть там, в принципе, документ не пришел, да, вот, его нужно будет, ну, в принципе, если он нужен будет, да, там, в проектах дописывать, вот, штатно нет, поэтому в части казначейской подсистемы я бы сказала, что, ну, функционал очень похож, да, то есть как бы преемственный между одной и другой конфигурацией, да, там, в принципе, вот, в части дальше, вот именно мониторинга дебиторской задолженности, вот эти документы, с ними надо будет разбираться, да, там, по резерву предстоящих расходов, по резерву платежей, то есть как бы предстоящих, да, там, дебиторской задолженности, вот этого блока нету, к сожалению, для ERP Word Edition, вот, в принципе, если нужен более детальный анализ между двумя конфигурациями, пишите, пишите, и мы такой вебинар тоже сделаем, да, там, в принципе, вот, подготовим, ну, вот, анализ функционала между разными конфигурациями, там, ERP, да, в принципе, вот так вот, ну, смотрите, коллеги, в принципе, что можно еще сказать, вот, по заявочной кампании, да, то есть, сейчас мы на заявочку еще посмотрим, если по каким-то причинам, в принципе, да, то есть там, вы решили какие-то интеграционные штуки запускать на втором этапе, в принципе, ну, полноценный учет на базе ВЕ, он возможен, вот, вы можете, ну, вот, допустим, файл, прошу прощения, прикладывать и здесь, в заявке, да, то есть, там, в принципе, ну, вам придется что делать? Вам придется вручную переводить вот этот статус, то есть, там, в принципе, путем внутреннего почтового клиента, система переповещения непосредственно в ВЕ, да, уже, вот, в принципе, на стороне ВЕ все то, что можно делать на документе, на литой конфигурации, сделать вот здесь, то есть, ну, вот эта система статусов, перещелкивать, переводить ее уже, в принципе, на стороне ВЕ. Файлы, файлы, в принципе, которые являются подтверждением к заявке, они могут храниться в заявке непосредственно. На этапе внедрения нужно разобраться, где они будут у вас храниться. Можно хранить непосредственно базе, но такой путь, наверное, не совсем оптимальный, так скажем, да, в принципе, потому что объем базы разрастется существенно, да, то есть, там, в принципе, прорабатывайте со своими техническими экспертами вот этот момент, где будут храниться такие типы документов. Если хранить в базе, база разрастется, то есть, плохо, да, плохо не на быстродействие, даже, коллеги, плохо будет на бэкопирование, то есть, вот, хранить резервные копии рабочих баз, база большая, будет вам неудобно. Поэтому этот момент во внедрениях тоже прорабатывается, там, вот, ну, в принципе, или отдельно выделенные хранилища, или, там, система ЭЛАР, да, электронного архива. Ну, в принципе, ваша электронная картотека должна быть где-то сохранена. Вот, когда компании не заморачиваются, где хранить такую первичку, хранят в базе, то есть, ну, с чем сталкиваемся? Вот, объем базы, как уже сказала, разрастается, да, и, в принципе, потом, да, бэкопирование критично. То есть, в принципе, тоже прорабатывайте этот вопрос на внедрение, да. Вот, ну, в принципе, как организоваться, там, средствами единоштатными. Экспертизу имеем, в принципе, в конкретных проектах поделимся, поэтому, если что, тоже обращайтесь и по этому вопросу тоже. Вот, смотрите, коллеги, в принципе, по данному вебинару, наверное, все, да. Да, пишите, пожалуйста, Ирине, что еще нам нужно посмотреть там в казначейских подсистемах, либо же в других, да, то есть, в какой плоскости готовить эти вебинары, да, что интересно, то есть, вот, в принципе. Ну, будем благодарны за ваши вопросы. В принципе, тот бизнес-процесс, который рассматривался в вебинаре, презентацию вышли. Ну, и ждем вас на следующих наших вебинарах. Спасибо огромное, что пришли, да. Спасибо.